Такой долгожданный звук, первый звонок. Первоклассники собрались у крыльца 174-й школы с необыкновенным ожиданием чуда и праздника. Одевшись первый раз в школьную форму, ребята пришли доказать, что они больше не малыши, а совсем взрослые и серьезные школьники. В первую очередь, конечно, волновались больше мы, родители, потому что наши дети, они в любом случае пока еще остаются в том возрасте, когда еще мечтают о многих чудесах. И, конечно, первый класс, я думаю, в любом случае будет для них чем-то новым, интересным. Безусловно, это очень важный день, потому что именно в этот день закладываются основные традиции, которые будут потом через 11 лет транслироваться. Вот то, что ребенок в первый день услышит, ту эмоцию, которую он получит, как раз она будет его сопровождать все последующие 11 лет. Для 174-й школы этот учебный год особенный. Учреждение отмечает 30-летний юбилей. За это время педагоги со своими воспитанниками добились немало успехов, что позволило войти в 2016 году в список 100 лучших школ России. На торжественной линейке учеников и учителей поздравила глава Самары Елена Лапушкина. Ей показали школьный музей и обновленную столовую, где появилось современное оборудование. А это уже школа номер 83. Ее история началась в 1942 году. Даже в самый разгар Великой Отечественной войны в Куйбышеве люди думали о будущем. Держат марку здесь и по сей день. С удовольствием докладываю, что школа к 1 сентября 2021-2022 учебного года принята без единого замечания. У нас сегодня 120 первоклассников, 4 класса. И это, конечно, показатель политики правительства и государства в плане демографии, поддержки детства и материнства. В третьей гимназии будущих выпускников и первоклассников с началом нового учебного года приехали поздравить глава Самары Елена Лапушкина и депутат Госдумы Александр Хинштейн. Третья гимназия – это большой современный образовательный центр с трехуровневой системой развития и обучения детей. Я хочу поздравить с этим замечательным первым осенним праздником абсолютно всех – и школьников, и студентов, и учителей, и педагогов. Хочу пожелать, чтобы учебный год был легким, чтобы все задачи были решаемыми, процесс обучения был интересным, и чтобы люди получали удовольствие от нахождения в школе или в институте. В ближайшее время, вот с помощью Дмитрия Игоревича Азаровского, с помощью депутата Государственного Думы Хинштейна Александровича договорились о том, что у нас в Октябрьском районе, в самом насыщенном, будут построены еще две школы, что меня очень радует. На сегодняшний день готовим документы для того, чтобы максимальное число школ, там, где они нужнее всего, были включены в формируемые сейчас федеральные программы. Для меня крайне важно, чтобы появилась новая школа в Октябрьском районе, в Южном городе и в Волгарии. Школьники подготовили творческие номера для гостей праздника. Такие торжественные встречи помогают сплотить родителей, педагогов и учеников. Я счастлива, что у меня учатся такие дети, работают самые талантливые учителя, и поэтому, конечно, мы всегда в предвкушении нового учебного года. Мы ставим амбициозные задачи, которые обязательно реализовываем. Мы мечтаем, и мечта нас окрыляет. 1 сентября в самарские школы отправились 120 тысяч детей. Из них почти 13 тысяч в первый класс. Мэри Илчан, Андрей Горгуленко, Ольга Хомракулова, Василий Кладошов, Николай Епифанов, Константин Головин. События.